Голос весны 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 Это любя, чувства вины, голые сны, Словно тени те, кем были мы, Снова в прошлый год и страй. Пошелуем на руках, Быть не славая, любовь твоя, Бать не славая, любовь твоя, Бать не славая, любовь твоя, Бать не славая, любовь твоя, Допрождая, любовь твоя, Свободная вода великая слава, Дает настоять, целостех, Субтитры подогнал «Симон» 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 По итогам года он прибавит более процента. Ну, так, во всяком случае, считает МВФ 0,7%. Но, на мой взгляд, я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост все-таки будет побольше, где-то до полутора, а может быть даже и под 2%. Это позволит в нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира. В апреле отмечен рост в промышленности и в розничной торговле. Причем объем выпуска в обрабатывающих отраслях за январь-апрель превысил в прошлогодние значения на 2,9%. И здесь напомню, что именно эта сфера оказалась под сильнейшим ударом из-за разрыва кооперационных связей и цепочек. Продолжаем выпуск. Электроснабжение восстановлено в Севастополе после отключения из-за повреждения на севастопольской ТЭЦ. Об этом сообщили энергетики. Отключение произошло накануне после 10 вечера в результате повреждения оборудования на теплоэлектроцентрале. Ранее губернатор в Севастополе Михаил Развожай в своем телеграм-канале написал, что электроэнергия пропала в некоторых районах города и идут ремонтные работы. Далее в нашем эфире новости спорта и прогноз погоды. Здравствуйте с новостями спорта в студии Дмитрий Халугин «Теннис». Две россиянки вышли в полуфинал турнира категории WC250 «Керт и Генбоски» и потенциально возможен российский финал. Первая сейная Вероника Хударметова прошла Селин Найя в 6-3, 6-2 и в полуфинале сыграет Виктория Грунчиковой. Прошлогодняя чемпионка и четвертая сейная Екатерина Александрова обыграла Эмину Дектос 6-4-6-4 и за выход в финал померится силами с представительницей Беларуси Александрой Соснович. Седьмая ракетка турнира вела во встречу с Людмилой Самсоновой 7-6-3-1 в тот момент, когда вторая сейная россиянка снялась в матче из-за травмы левой ноги. В футбол нападающий Квинси Промес признан лучшим игроком московского спортака в минувшем сезоне. На вопросе болельщиков Промес набрал 61% голосов, второе место с результатом 23% занял Руслан Литвинов, который ранее был признан лучшим молодым футболистом спортака в сезоне. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью «Спортэкспрессу» прокомментировал работу Балтики на трансферном рынке после того, как клуб впервые за 25 лет пробился выше дивизион чемпионатов страны. «Главный тренер уже говорил, что усиление необходимо на каждой позиции. Мы уже занимаемся трансферами. Наш бюджет увеличится в разы». Что касается тренерского штаба, то они показали себя большими молодцами. Кредит доверия у них, несомненно, есть. Конец цитаты. Мадридский «Реал» готовит финальное предложение по нападающему Токон Камахаре Кейну. «Реал» рассчитывает потратить на трансфер 29-летнего англичанина не больше 100 миллионов евро. Если «Спортэкспрессу» не устроит это предложение, «Мадридцы» откажутся от трансфера. Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин покидает клуб. Об этом сообщает РБ «Спорт». Отмечается, что с большой долей вероятности Аршавин оставит свою должность 1 июля. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. В Умске сегодня днем плюс 25-27, в Новосибирске 26-28 градусов, в Иркутске плюс 21-23, в Красноярске 25-27 тепла, в этих городах без осадков, в Мурманске сегодня плюс 12-14, в Архангельске 11-13 градусов, в Петрозаводске днем плюс 15-17, в Вологде 19-20-11, в Кыркаре 11-13 градусов, в Великом Новгороде сегодня днем плюс 27-29, без осадков, в Калининграде плюс 20-22 градуса, обещают кратковременные дожди и в Буфе плюс 23-25 и без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня днем плюс 26, в Москве днем 27-29 градусов, в обеих столицах без осадков, в Москве вытянутые плюс 19 градусов, атмосферное давление в норме, влажность воздуха 59%. Моя Великая Россия, Курская коса, обычный сосновый лес на песчаных тюнах, и вдруг ты попадаешь в королевство кривых серка. Слушайте программу Александра Хабургаева «Моя Великая Россия», в понедельник в 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ижевска. Здравствуйте, друзья! Я Дмитрий Добрымин, автор и ведущий рок-шоу «Восьмая нота». Новые треки из мира рока и металла. Захватывающие интервью. А вот эти часы судного дня, там вот сколько-то минуток осталось, вы обговаривали это? Да, да, да. У нас там, по-моему, минуты три. Это мало очень. Мало. Программа «Восьмая нота». Слушайте в четверг, в 9 часов вечера в Москве, в 11 вечера в Екатеринбурге и в полдень в Якутске после новостей. Здравствуйте. У микрофона Марина Ланго. Я веду на Радио России программу «Музыкальная история». В этой передаче герои рассказывают о своей жизни, вспоминая любимую музыку и песни. Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Петербурге на частоте 99FM, 66.3 МГц и ДТР, а также на сайте rtr.spb.ru. Встреча с песней. Автор передачи Виктор Татарский. Добрый вечер. У вас встреча с песней «Музк 1467». Евгения «Музской петь» «Музк January» «Музской петь» Субтитры создавал DimaTorzok